Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад. С вами Алена. Очередная посылочка, долгожданная, из питомника Полины Козловой. Здесь очень желанные розочки. Сейчас посмотрим, что это такое. К слову сказать, в питомнике Полины Козловой заказываю четвертый раз. Саженцы бывают разные, от слабеньких, средненьких и до сильных. Но цветут и развиваются они все нормально. И даже отлично, я бы сказала. Вот сейчас будем открывать. Посылочку открыла, сверху картонка. Вот такая вот книжечка. Памятка с розами, описание, мой заказ. В прежних посылках бывали подарочки. Посмотрим, есть ли в этом. Честно говоря, если подарочками будет, я, конечно, не обижусь. Так. По-моему, это песочек улажный. Или мелкая опилка. Так, что тут розочки связаны все вместе. Вот. Разрежем. И тут их разрежем. Ну что, приступим. Я их буду распаковывать и рассматривать, потому что поставлю уже в ведро с HB101 и завтра буду сажать. Поэтому рассмотрим как следует. Это что такое? Глина. Слиплась глина и никак не могу. Ага, вот. Так. Кто этот? О! А это и подарок и есть. Чайно-гибридная Дабл Дилайт. Ну, дареному коню в зубы не смотрят. Посадим. Спасибо большое питомнику. Спасибо. Так. Так. Так, 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 так. Ой. Прямо такие корни. Я их вынимаю. Они, кажется, связаны. А я их тяну. Вот так. Ой, да как хорошо связаны. Вот так. Кажется, развязала. Все. Сейчас дело пойдет. Так. Это что такое? Синенькое. Ой, еще один подарок. Похоже. Керио. У меня есть уже два куста. Керио. Но будет третий. Вот такие вот корешочки. И тут еще длинные корешочки. Спасибо большое питомнику за подарок. И заказ непосредственно по ее. Ну-ка, давайте, розочки. Давайте уже разъединяйтесь. И непосредственно заказ. Здесь моя долгожданная Анжела Ангела. Никак мне не удавалось нигде ее заказать. Вот у Полины я смогла это сделать. Корешочки в глиняной болтушке. Вполне себе ничего. Корешочки. Беленькие. Разветвленный. Немножечко обломился. Разветвленный саженец. Ну вот немножечко пошли почки. Я думаю, это не страшно. Наверное, я их уберу. И они пойдут вот этими вот еле наклюнувшимися. Хорошо. Довольно. Так. Лариса почвопокровная. Ну так. Неплохие корешочки. Тоненькие побеги. Ну, Лариса сама по себе розочка. Не очень мощная. Так что этим тоненьким побегом я не огорчаюсь. Их четыре. И вот еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Продолжаю после случайного падения смартфона. Вот почечки. Вот они. Идут от основания. Хорошо. Так. Ну, зацепились. Расставаться не хотят. Все равно будьте вместе посажены. Так. И они это знают. Ой-ой-ой. Да что ж такое. Еще одна Лариса. Два кустика я заказывала. Такая вот корневая. От основной стержень и корневая. Тоже такой же саженец. С побегами. От основания. Почечки развиваются. Хорошо. Так. Кто ты тут такой активный был? Не отпускал. Так. Биг Порпл. Биг Порпл. Известная роза. Прекрасная. Чайно-гибридная. Мощные корни. Несколько побегов. Вот так. Солидная. Хороший саженец. Далее. Так. Кто это у нас? Хайди Клум. Бордюрная розочка. Корешочки. И тоже несколько тоненьких побегов. Но не расстраиваюсь опять же по этому поводу. Потому что Хайди Клум розочка небольшая. Так что тонкие побеги. Это для нее нормально. Так. Амбре Порфе. Французская роза. Очень душистая. Заказала ее специально. Ее лепестки используются для чая. Для приготовления варенья. Вот с этой целью я ее и выписала. Буду. Вернее, совсем не буду ее опрыскивать. Чтобы собрать. Во время цветения не буду обрабатывать. Чтобы собрать лепестки для чая. Она очень душистая. Очень ароматная. Вот с этой целью я ее и приобрела. У Полины есть такие розы. Хороший корешочек. Очень богатые побеги. Вот так. В целом я довольна. Большое спасибо питомнику. Ну что, друзья. Ваши оценки приветствуются. Добра и здоровья всем. Заглядывайте. Продолжение следует.